Так что это уже не великое путевництво, это великое руйневництво, а внутри обои из газет грязные, опасные и дорогие. Чем хуже, тем лучше, такой стокгольмский синдром, они любят пострадать. Ну а теперь, конечно, люди биткаются, а Влада разводит руками. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это моё субъективное мнение, и да, это дисклеймер. Итак, в сегодняшнем выпуске. Илон Маск, как тебе санузел Степана Цыпюка? 7 гривен за проезд, что думают крапивничане, мать его, о наглости маршрутчиков? И сколько стоит снести крапивницкий колизей? На соплях. Так я охарактеризую период правления Степана Цыпюка в Александрии. Видео умывальника в кабинете Александрийского мэра обличало весь Кировоградский интернет. Кировоградский интернет. Это, конечно, ещё то позорище в 21 веке. Но я тут подумал, а может мы зря критиковали Цыпюка за непонятно откуда взявшиеся деньги на дома для себя и родственников? За автомобиль, который стоит как бюджет какого-нибудь села в Александрийском районе? Может у него и дома вот такая система миппель? Может снаружи шикарные стены и крыша с окнами, а внутри обои из газет? И машина, может это кузов от Реншровер, а внутри Запорожец? А с другой стороны, это же явная тяга у Цыпюка конструирование какого-нибудь такой... Ух, самоделкин! Это же Александрийский Илон Маск! Я бы на месте, кстати, Маска присмотрелся к Цыпюку. У него в кабинете, заметьте, не было воды. Но с помощью ведра и баклажки он себе её обеспечил. Так давайте пошлём Цыпюка на Марс нахрен. Может он и там её, эту воду найдёт. Вон в фильме «Марсианин» герой фильма из человеческих фекалий картошку выращивал. Так это же в духе Цыпюка! Санузлы имени Цыпюка это вообще отдельная история. Я тут удивлялся год назад, почему Александрийская городская больница такая запущенная и обшарпанная. Так надо было не удивляться. Оказывается, в горсовете Александрии в туалетах полная жопа. Это пользователи соцсетей от открытия туалетов с перерезанием красной ленточки в украинских вузах могут ржать. А давайте поржём с цыпюковских туалетов. С обитой плиткой и без унитаза. Вернее, они как в тюрьме. Они есть, эти унитазы. Система очко. Ну и оказалось, кстати, что Цыпюк как к собственному умывальнику или к горсоветовским туалетам, так и ко всей Александрии относился. А типа и так сойдёт. Настолько, что не заготовил цыпюк, оказывается, ни соли на зиму для тротуаров, да и сама тротуарная плитка, например, в парке Шевченко в разбитом состоянии. Вот так всё бросил после проигрыша на выборах и приехал отдыхать в Букове. Ну а шо? Противно от такого цыпюковского отношения к людям. То, о чём так недолго говорили маршрутчики и городская власть Крапивницкого, так и свершилось. Город выбрал платить по 7 гривен за одну из самых худших транспортных услуг в Украине. Является ли это всё коррупцией? Ну, конечно, является. Почему так не уважают крапивничан, я не знаю. Ничего же не изменилось с предыдущего подорожания, правда? Установлены GPS-трекеры? Нет. Лучше стали маршрутки? Нет. Хуже. У нас до сих пор ездят эти непонятные дельфины, и Крапивничане каждый день рискуют, когда садятся в них. Водители стали вежливее? Нет. Талоны всем выдают? Нет. Может, электронный билет появился? Нет. Ничего не меняется, ну как так? Стыдно. Не только мне, но и, например, депутатке Валентине Еремчук. Она так и пишет в Фейсбуке, что во время заседания исполкома ей было стыдно за выступление начальника управления транспорта, которого вы, крапивничане, наняли организовывать услуги пассажироперевозок. Я вам так скажу, не того вы наняли. Мы должны заслуховывать не только витрати этих предприятий, которые есть, а еще два главных показника. Это, первое, количество рейсов, которые делают перевозники, а второе, это количество пассажиров, которые они перевозят. Электронный пассажироперевозок, как организатор БРСН, систематично действует моніторинг работы транспорта, складываются соответствующие акты, про кількість рейсов, которые выполняют автобусы на конкретном маршрутке. Электронный пассажироперевозок – это, взагаля, еще сложнее. Вартость этого укладывания, вартость услуговывания коштует очень больших грошей для предприятий. И, что самое главное, они будут закладывать на самых тарифах, которые сплачут пассажиры. Ну, а теперь, конечно, люди биткаются, а влада разговаривает руками. А перевозчики и дальше наживаются, угрожая жизни каждого из вас. Но крапивничанам это, наверное, нравится. Чем хуже, тем лучше. Такой стокгольмский синдром. Они любят пострадать. Кто же будет уважать горожан, если они сами себя не уважают? И тут на дозоре появился опрос крапивничан. Мол, что они думают о повышении цен на проезд? Не надо, это дорого сильно. Хай сделают маршрутки нормально, а тогда поднимают проезд. Лучше бы они чаще ходили, эти маршрутки. Ну, я думаю, это адекватная цена. Ну, это как-то не обгрунтованное, подвищение. Конечно, негативное. Нема подвищения ни зарплат, ни пенсии, а цены и тарифы, и вообще все росте. Для пенсионеров это дорого. Да, двоякое ставление. С другой стороны, не подобается, как будь-якому мешканцу. С другой стороны, я понимаю, что есть определенные условия, может. То есть, просто может быть другой вариант, когда транспорт не будет ездить. И я думаю, тогда это тоже не будет лучший выход. Я очень скептически отношусь к таким вопросам. Они довольно манипулятивны. Почему эти люди говорят? Почему такое соотношение этих людей? А сколько из них ездят маршрутками и так далее? Но, несмотря даже на это, мы же понимаем, что повышение за проезд вне нашей логики. Это все равно, что цепюку за его то ли умывальник, то ли унитаз в Александрийском горсовете премию выдать. В общем, есть в Кропивницком Ахиллесова пятовласти. И это маршрутки. Грязные, опасные и дорогие. Продолжается вакцинация в Кировоградской области. Колят Ковишилд, британско-шведскую вакцину индийского производства. После шума в медиа колят все запланированные за один день дозы без остатка. Провакцинировался и я первой дозой, через 28 дней за второй. После прививки у меня был озноб, ломота, недомогание, но это буквально день. Дальше чувствую себя отлично. Поэтому я агитирую. При любой возможности вакцинируйтесь. Лучше уколоться и не болеть, чем болеть. И антивакцинаторов я готов проигнорировать. Особенно после болезни и смерти моих родственников и знакомых от коронавируса. Поэтому еще раз. Есть возможность. Вакцинируйтесь и будьте здоровы. Вот когда власть не может решить вопрос, я сразу вижу в медиа фразы типа «У Кропивницкому меськорада заклыкая властники в новостей лад на территориях недобудов». Это я увидел на точке доступа. Вот в чем новость. Решит вопрос с недостроями Кропивницкая власть? Неа. Она просто призывает. Это как с маршрутчиками. Власть там что-то призывает. А владельцы недостроев и перевозчики поржали с мэра и горсовета. И дальше себе нихрена не делают. И, кстати, какая-то непонятка с так называемым Колизеем, который возле Дюца. На точке доступа читаю. Колизей поряд с будивлею областного центра дитячо-юнацької творчества по улице Шульгиных мает шансы потрапить до державной программы «Великое будивничество». И на его месте появится сучасный спортивно-розважальный комплекс. Вот это поворот. Но потом, кажется, понимаю, каким образом Колизей попадет в «Великое будивничество». Его просто-напросто снесут. И это будет стоить 19 миллионов гривен. Так что это уже не «Великое будивничество». Это «Великое руйневничество». Поживем – увидим. Хотя хрен с ним, с этим Колизеем. Толку от его как не было, так и нет. На этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяется на краще, кроме цен за мать его проезд. Пока.